Какая будет предусмотрена система торможения в подвижном составе и будет ли предусматриваться на полную блокировку колес? Отвечаю на вопрос напрямую. То есть у вас еще есть вопросы, да? Торможение будет за счет сцепления колес, ну как и на швейцах. Поэтому, если тормозить с максимальным, использовать максимальное сцепление, то ускорение торможения будет 2 метра в секунду в подвижном. Это по штатному режиму нормальное ускорение, но тормозной путь при таком вот ускорении, если скорость будет 500 км в час, будет где-то порядка 5 км. Так что подвергся, что числик, и в поездок, вот в поездок, скажешь, почему-то диск. Поэтому для тестового торможения мы предусматриваем, когда все колеса тормозят, естественно, все должны быть. И не встречается от тормозной системы. Поэтому у нас предусматриваются, у нас еще есть боковые ролики, которые противословные системы, они подшимаются к рейсу, создают дополнительное сцепление, они тоже оснащены тормозами. Поэтому мы можем включить дополнительное торможение, и тормозитор с ускорением 8-9 метров в секунду в подвижном, это почти ускорение жилья, да, назовем. Неоднократная система с таким ускорением не может тормозиться. Мы можем. Но правда, люди попали в секрессе, лутаются, но они останутся живыми в случае какой-то ситуации, когда надо затормозить, потому что будет прийти и трактор с этой тормозой. При этом не должно быть юзанка, иначе металл плавится, или она по скафитрах, по сносу. Поэтому колесо будет крутиться в анестезию, и при этом вот это будет максимально сходиться сцепление. И все в три. Спасибо. Отсюда, значит, по вашим словам, мы уйдем от, так говорится, как железодорожных трассов, заползунов. Их не будет на нашей колесе. Не будет. Это система управления, это не допустим. Так, значит, второй вопрос мы уже исключаем. В стадии, как пример, могу привести до Сочи на Трансиде, ехал по моему закону, заперено колесо упало. А право стадо тянет, так и тянет, уже не знаю, что там что-то заперено. И, короче, он проехал, наверное, несколько километров, и колесо стесалось, как раз напали. А потом отпустило, наверное, пощупить, и он начал путиться. В конце их отбывал, да, нам отбили, что дух сломал, дух сломал. И, короче, много-много километров пути поломал, пока не заметил. Поэтому десяток устают. По зуму. Продолжение следует... Продолжение следует...